Подростковый возраст – это время бурного роста и развития всего организма. Что оказывает особое влияние на здоровье подростка? Как вырастить его здоровым? На наши вопросы отвечает врач-педиатр Нина Пакулева. Нина, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы будем с вами говорить о здоровье детей-подростков. Так на что же нужно в первую очередь обратить внимание в этом возрасте? У подростков есть очень много особенностей. Давайте начнем с желудочно-кишечного тракта. У подростка именно в это время заканчивается формирование всех желез внутренней секреции, в том числе желудочно-кишечного тракта. А также для них характерно то, что у них имеется гиперсекреция на голодный желудок. То есть у подростка повышенное содержание желудочно-кишечного сока, когда он голодный. То есть натощак. Поэтому у подростка обязательно надо следить, чтобы он вовремя питался. Потому что вот эта гиперсекреция, если в желудке ничего нет, соответственно, через какое-то время начинает травмировать саму стенку кишечника, желудка. И, соответственно, как бы может приводить к гастриту, ну и к более серьезным патологиям. Поэтому за этим надо следить. Плюс гиперсекреция, она образуется, когда подросток испытывает стресс и курит. Поэтому это тоже надо исключать. Плюс такая особенность у подростков в сердечно-сосудистой системе. Достаточно много различных. Поэтому здесь надо периодически ходить к врачу, чтобы доктор мог выслушать. И при, например, какой-то патологии еще эндокринной системы, здесь возникает очень много различных патологий в ритме, как бы в сердечном, в поведении. Поэтому необходимо периодически ходить к врачу, чтобы он послушал, померил давление, чтобы отследить данную ситуацию. Плюс бывает повышение артериального давления. Здесь достаточно много факторов. Здесь является фактором и наследственность, если у кого-то в семье было раньше, ну, как бы у дедушки, бабушки, тети, дяди, у родителей. Повышенное артериальное давление, инфаркт, инсульты. Все это связано с сердечно-сосудистой системой. Подросток либо очень активен, либо наоборот, он практически неподвижен за счет того, что он не гуляет, занимается только уроками, либо какими-то репетиторами. Плюс, если имеется недосыпание, будет повышенное артериальное давление, либо если имеется достаточно длительное психоэмоциональное напряжение. К тому же, если имеется длительное вот это психоэмоциональное напряжение, у нас также будут страдать и железы внутренней секреции, в том числе, как бы желудка в том числе. Поэтому в этом возрасте надо очень хорошо следить за тем, чтобы подросток как можно меньше испытывал вот это напряжение. Также есть и другие особенности. В это время у нас заканчивается формирование эндокринная система, в том числе щитовидная железа. И если имеется повышенный вес, либо наоборот он сниженный, то обязательно надо обратиться к врачу-эндокринологу, чтобы это скорректировать. Мамам девочек рекомендуется обратить внимание на то, когда появляются вторичные половые признаки. То есть начинает расти грудь, начинается волосение. Если это происходит до 8 лет, то это раннее половое созревание. Тут необходимо обязательно обратиться к эндокринологу. Если также мы должны смотреть, когда у девочки-подростка начинается первая менструация, мама должна отметить для себя. И если это раньше 10-11 лет, то, соответственно, также мы должны обратиться обязательно к эндокринологу посетить. И здесь также еще нужен обязательно гинеколог. Также есть и, наоборот, позднее половое созревание, когда, наоборот, к 13 годам у нас еще не растет подростка грудь, соответственно, нет никакого волосения. И к 15 годам нет менструального цикла. Также необходимо обязательно обратиться к эндокринологу. Также, когда начинается менструальный цикл, надо обязательно посмотреть, установился ли цикл. То есть это определенное количество дней, через которые он начинается. Если через год он не установился, то обязательно необходима консультация гинеколога. Также мама должна следить за тем, сколько дней идет этот цикл. Если это больше 7-8 дней, если это болезненно, то, соответственно, необходимо обратиться к гинекологу. Мамам мальчиков я рекомендую обратиться обязательно к урологу, потому что им также необходимо отслеживать раннее или, например, позднее половое созревание, которое может быть у их подростка. У мальчиков, подростков, если начинается увеличение яичек, изменение голоса или изменение, также появление волосения в гормонозависимых зонах тела раньше 9 лет, им также необходимо обратиться к эндокринологу. Если все это не случилось до 14 лет, соответственно, также необходимо обратиться к эндокринологу. Но, соответственно, если мама, например, одна, или сложно вообще отслеживать данный вопрос, то лучше хотя бы один раз в год после 9 лет посещать урологу, который бы за этим смотрел. Также для подростков мужского пола есть такое заболевание, как варикоцели. Оно протекает практически бессимптомно, иногда возникают болевые ощущения при повышенной физической нагрузке, особенно у подростков, которые занимаются спортом. И чтобы исключить данное заболевание, необходимо просто один раз в год делать УЗИ-мошонки. Прогноз здесь достаточно неблагоприятный, если не заниматься данной проблемой, это бесплодие. Ничего себе. А есть какие-то проявления у этой болезни, кроме того, что ее можно отслеживать? Она практически протекает бессимптомно, единственное, что болевой синдром при повышенных физических нагрузках. Получается, просто необходимо... Да, а болевой синдром, соответственно, тоже в яичках, да? Да, да. Также подростков надо дальше следить за осанкой, потому что есть периоды активного роста, и второй как раз приходится на подростковый период, когда они сильно вытягиваются, особенно мальчики. Поэтому здесь надо следить за осанкой, потому что если мышцы не укреплены, то у нас может быть не только нарушение осанки, но и развиваться сколиоз. А так как они достаточно быстро растут, он может достаточно быстро прогрессировать. Также продолжать надо наблюдать за органами зрения, потому что в школах продолжается большая нагрузка на этот орган, он задает достаточно много, поэтому если есть какие-то проблемы, то надо обязательно посещать окулиста один или два раза в год, либо если у кого-то в семье есть нарушение зрения, то у ребенка, подростка, соответственно, все хорошо, все равно лучше один раз в год посещать офтальмолога. Также обязательно посещение стоматолога один раз в год, потому что зубы вроде бы как уже все поменялись, но подростки начинают быть более самостоятельные в приеме пищи, когда, что хочу. Также кто-то будет чистить зубы, кто-то не будет, поэтому стоматолог должен быть обязательно. Потому что если есть проблемы с кариусом, соответственно, инфекция может у нас пойти в любой орган. Также у подростков повышенное потоотделение за счет того, что у них как раз меняется гормональный фон, заканчивается эндокринная система, свое формирование, поэтому у них повышенное потоотделение. Здесь надо следить за то, во что подросток одевается, потому что сейчас тенденция к тому, чтобы все-таки это были ненатуральные какие-то синтетические ткани. При повышенной потливости, особенно если ребенок аллергик, то здесь может быть прогрессирование того заболевания, которое у подростка уже было, либо появление каких-то новых заболеваний кожного покрова. И к тому же за счет того, что подросток достаточно быстро и активно потеет, а носит он синтетику, то может быть эффект переохлаждения, соответственно, и подростки будут чаще за счет этого болеть. А также, если у подростка имеются родинки, особенно в местах, которые находятся в месте соприкосновения с одеждой, то есть это ворот, швы одежды, за ними обязательно надо следить цвет и размер. Если ничего не растет, не меняет цвет, то один раз в год все равно дерматолога необходимо посетить. Если меняется цвет, увеличивается размер, то надо идти к дерматологу очень быстро. Также, конечно же, у них имеются особенности нервной системы. Подростки в этом возрасте достаточно эмоционально неустойчивы, у них прообладает возбуждение над торможением, поэтому у них бывает такая резкая смена настроения то в одну сторону, то в другую сторону. Но, к сожалению, за эти особенности очень часто могут открыться и другие заболевания, в том числе заболевания эндокринной системы и неврологии. Поэтому, если все-таки у подростка вы видите, что есть определенный ритм смены настроения, то есть пара дней у нас все хорошо, потом следующие пара дней у нас все плохо, жизнь закончена, то все-таки необходимо обратиться к специалистам. То есть достаточно прям вот таких вот пары дней? Да. Не в течение дня, когда вот это все меняется? Нет, вот именно должно быть несколько дней. Устойчивое, да, такое настроение хорошее? Да, да, в течение нескольких дней. Но если все-таки вот эти вот вспышки настроения вас все-таки беспокоят, они достаточно резкие, то хотя бы нужна консультация невролога, потому что при вот таких вспышках настроения у нас в организме образуется такой гормон, как кортизол, и, соответственно, как бы он действует на многие органы и несет свои определенные последствия. Если его достаточно много, то как бы это тоже не очень хорошо для организма, поэтому если все-таки вас это беспокоит, лучше сходить к нейрологу. Возможно, действительно нужно какие-то препараты, чтобы ребенок чувствовал себя более спокойным. Также при повышенных физических и психических нагрузках подростки очень быстро истощаются. И это для многих родителей откровение. Они думают как, что чем ребенок старше, тем более подросток, тем он должен быть выносливее, но в подростковом возрасте все как раз наоборот. Поэтому вот эти повышенные физические и эмоциональные нагрузки могут приводить к депрессии. Так как у нас в этом возрасте подросток больше замыкается в себе, как бы меньше общается с родителями, достаточно сложно понять, что в нем происходит. Поэтому здесь, если вас что-то все-таки беспокоит, необходима консультация психолога и, возможно, даже психиатра. Но с депрессией, с одиночеством, со стрессом, если подросток верит в Бога, то он справляется достаточно хорошо, особенно если родители ему в этом помогают. Также есть нестабильность вегетативной регуляции. За счет этого подросток становится более потливым, у него может подниматься артериальное давление, может подниматься температура. Поэтому, конечно, если все это происходит, надо изначально сходить к специалистам, пообследоваться. Но если специалист ничего не нашел, родителям можно расслабиться. Это просто особенность подростков. Также есть еще одна особенность нервной системы в этом возрасте. Это замедленная реакция на вербальную и звуковую информацию. То есть вы можете говорить своему подростку сколько угодно, но если вы делаете все наоборот, он вас не будет слышать. Он будет видеть и считывать информацию только с того, что вы делаете, но не наоборот. Поэтому в этом возрасте что-то доказывать подростку практически бесполезно. Поэтому лучше просто показывать своим примером. Меньше вообще, да? Наверное, нужно как раз-таки идти с ними на конфликт, что-то пытаться уже воспитывать в них. Да, здесь просто надо больше предоставлять информацию и говорить, что у тебя есть выбор. Если ты сделаешь так, будет вот так. Если ты делаешь вот так, значит, будет вот так. Дальше у них есть время, чтобы к этому вернуться, обдумать. И, соответственно, самое главное в этом возрасте не давить, потому что они все воспринимают в штыки. И вот это максимализм. У них достаточно в этом возрасте развит. Ну и последнее — это нарушение сна и проблемы с памятью, если у нас идут перегрузки физические, эмоциональные. И здесь, конечно, необходима консультация невролога. Поэтому, чтобы так немножко завершить все, что было сказано, надо обращать внимание на то, что подросток говорит по своим жалобам. И надо, конечно, на них обращать внимание, и не надо их недооценивать, и тем более высмеивать, потому что тогда подросток и закрывается, и вы уже совсем ничего не узнаете. Некоторые болезни говорят, что вообще проявляются только в подростковом периоде, в подростковом возрасте, а другие, наоборот, проходят. Можете это как-то пояснить, эту тенденцию? Здесь дело в том, что некоторые болезни просто не диагностируются в связи с тем, что они протекают легко. И недооценка того, что будет в будущем у родителей. Например, очень часто родители в детском возрасте сталкиваются с атопическим дерматитом. То есть это покраснение, это зод, это мультифакториальное заболевание. Но, соответственно, ближе к году оно может проходить. Но чем тяжелее протекало данное заболевание, тем больше вероятность того, что будет проходить атопический марш. Что это такое? Сначала у ребенка есть атопический дерматит, который благополучно заканчивается. Но в различном возрасте он может всплывать дальше, потому что это хроническое заболевание. Дальше после него, если атопический дерматит был очень, протекал достаточно в тяжелой форме, то есть очень сильное покраснение щек и в тех местах, где должны находиться эти покраснения, то в более старшем возрасте у ребенка может появиться пищевая непереносимость. То есть ребенок может есть какую-то пищу и буквально через несколько минут, либо не позднее, чем из двух часов, через два часа у него появляются пятна на коже. Это может проходить, может периодически быть, но годам семьи у таких детей может формироваться аллергический ренит. Аллергический ренит, скажем, через какое-то время, если им не заниматься, он может протекать опять же в легкой форме, ну там посморкался ребенок пару раз за день, ну приснул от себя там сосудосуживающие, ну не может он там жить бесплатно, ну ничего страшного, у него уже нет температуры, к подростковому возрасту будет формироваться бронхиальная астма. То есть вот такой атопический марш, который может быть, родители очень часто его недооценивают, и поэтому вроде бы у нас есть еще такой феномен, поэтому родители достаточно часто не обращают это внимание, это феномен качели. При появлении респираторных проявлений, то есть это аллергический ренит и это бронхиальная астма, у нас уходят кожные проявления и могут уходить пищеварительные. То есть как бы родители думают, что наконец-то мы избавились от эпитопического драматита, от пищевой непереносимости, а тут у нас появляются аллергический ренит и бронхиальная астма. Поэтому как бы это такое может быть и, соответственно, следствие. Да, такое следствие. Ну и плюс есть такое понятие, как непереносимость продуктов в детском возрасте, то есть родители очень часто что-то дают, но ребенок попросил со стола, ну совсем чуть-чуть, и у ребенка начинаются те же самые высыпания, и здесь то ли это атопический драматит, то ли это как бы пищевая непереносимость. Но она возникает за счет того, что не потому что есть аллергия у ребенка, а за счет того, что у него просто нет ферментов, которые бы переваривали эту пищу. И за счет этого, когда организм не знает, что с этим делать, соответственно, он воспринимает это как что-то чужеродное, начинает в том числе как защитную реакцию вырабатывают у тебя клетки, клетки, которая отвечает у нас за аллергию. Поэтому как бы если в этом возрасте родители не перестают давать этот продукт, то есть пищевая непереносимость, оно действительно перейдет в аллергию. Как только у такого ребенка сформировались антитела стойкие на данный продукт, оно уже никуда не денется, оно останется с ребенком навсегда. Нина, спасибо вам большое. У нас еще осталось много вопросов, и мы с вами обязательно продолжим. Всего хорошего. До свидания. Подведем итоги. Чтобы вырастить подростка здоровым, родителям необходимо проходить с ребенком диспансеризацию, прислушиваться к жалобам подростка на здоровье и своевременно обращаться к специалистам, минимизировать количество стресса и перегрузок подростка, помогать соблюдать режим учебы и отдыха, обращать внимание на окружение подростка, подавать пример правильного образа жизни, оказывать поддержку своему ребенку-подростку. Подробнее об этом в следующей программе с педиатром Ниной Пакулевой. До встречи!